Снести все НТО. В Севастополе демонтировали более 150 незаконных ларьков и павильонов. Награда за труд. Сотрудников предприятия «Севастопольгаз» поздравили с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Громкие премьеры. В Театре имени Луначарского подвели итоги 107 сезона. А теперь об этих и других темах. Подробнее. Главное управление потребительского рынка и лицензирование продолжает снос незаконных, нестационарных торговых объектов. Не считая палаток, уже демонтировали более 150 ларьков и павильонов. На этот раз все прошло без шума и пыли. Подробнее Юлия Ефремова. Антонина Гурина через окно своей квартиры увидела, как на площадке возле дома устанавливают киоск. Возмутилась. Машины, школа рядом. Пройти невозможно. Идешь и оглядываешься. И вдруг эта будка напротив дороги. Смотрю, наверное, и столб электрический. Наверное, будут подключать и это самое. Мне пришлось позвонить в департамент. Запрос обработали оперативно. Месяца не прошло, а ларек уже демонтируют. Конечно, этим объектам здесь не место. И в схеме здесь ни одного объекта нет. Мы можем увидеть, что здесь ранее было 4 объекта. Некоторые из них были незаконно подключены к сетям электрическим домов. По закону, собственник должен был демонтировать незаконный объект самостоятельно. Но горе предпринимателя установить не удалось. Сам на связь он не вышел. Специалисты поясняют, владелец ларька может вернуть свою собственность. Но для этого нужно выплатить все штрафы и возместить в городской бюджет траты на снос. И, конечно, предприниматель этой новости не обрадуется. А вот местные жители довольны. Там нужно посадить дерево, чтобы она как-то украшала этот участок. Ну, в виде мини-парка. Да, и лавочки. Я вот иду с сумками, ну, подошла, села, глянула, отдохнула и пошла дальше. Вот я считаю так. А больше никаких этих самых киосков. Всего с начала года специалисты Управления потребительского рынка и лицензирования демонтировали почти 150 павильонов. И еще 300 готовятся к сносу. А затем, как делают наш город, чище наблюдали Юлия Ефремова и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. Специалисты Объединения потребителей России совместно с ветеранами еженедельно проводят проверку соблюдения правил торговли и исполнения законодательства в деятельности социальных рынков. На прошлой неделе посетили рынок на улице Силаева. Сегодня фермерскую ярмарку на проспекте Победы. Ветераны сделали обход всех павильонов и сравнили цены на сельскохозяйственную, мясную и рыбную продукцию. А специалисты Объединения потребителей России совместно с представителями Роспотребнадзора в ходе ознакомительной беседы рассказали продавцам и предпринимателям о выявленных нарушениях. Далее о датах. 2 сентября в России отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. Это праздник представителей разных специальностей, геологов, выборовиков, разработчиков, строителей и технологов. Праздник был установлен в 1980 году и отмечается в первое воскресенье сентября. В Севастополе накануне этой даты участвовали сотрудников предприятия «Севастопольгаз». Как поздравляют работников газовой отрасли, расскажем в следующем сюжете. Звание «Заслуженная энергетика Российской Федерации» подаваться из своих коллег получает главный инженер предприятия «Севастопольгаз» Сергей Самойленко. В газовой промышленности он работает более 20 лет. Это второй человек в Севастополе, который удостоен такого высокого звания. Всегда старались работать на благо Севастополя, на благо жителей Севастополя. Чтобы, как говорят в газе, чем меньше нас видят, тем лучше вы работаете. Поэтому мы старались всегда делать хорошо. Прежде всего это не только моя заслуга, это заслуга коллектива нашего «Севастопольгаза». Это большой, серьезный, очень умный, очень работоспособный, очень слаженный коллектив. Предприятию «Севастопольгаз» без малого 60 лет. Оно поставляет голубое топливо в дома почти 150 тысяч севастопольских семей, обеспечивает природным газом 400 промышленных предприятий. На торжественном собрании в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности виновники торжества, инженеры, слесари, водители, бухгалтеры – все те, кто прямо или косвенно помогает голубому топливу добраться до наших домов. Сотрудников предприятия наградили благодатственными письмами от губернатора Севастополя и законодательного собрания города. АПЛОДИСМЕНТЫ Фотографии лучших работников «Севастопольгаза» будут висеть на почетной доске предприятия. Руководство отметило – сделано многое, но еще большее предстоит. По поручению президента России, Севастополь к 2020 году должен быть полностью газифицирован. Сейчас работы активно идут в сельской зоне города. В этом году построят газопроводы в Любимовке и Андреевке, а также спроектируют схемы газификации порядка 400 домов. Кроме того, газ поведут в села Бельбекской и Байдарской долины. А поздравляют с днем работника нефтяной и газовой промышленности, всех работников этих отраслей – Светослав Данилов, Мария Буйлова и весь коллектив информационного канала Севастополя. Общественные работы помогают получить дополнительный заработок. Услугу реализуют в соответствии с государственной программой социальной защиты, охраной труда и содействием занятости населения в Севастополе. 250 человек уже успели поработать на рыбоконсервном комбинате, в оздоровительных лагерях, а также в сфере туризма и торговли. А 3 сентября начинается массовая уборка винограда в районе села Осипенко. Желающие потрудиться могут уехать на автобусе от центра занятости населения по улице Руднева, 40, каждое утро в 7 часов. С собой нужно взять паспорт. Уборка продолжится около месяца, но трудиться столько не обязательно. Оплачивать услугу будут еженедельно. Директор центра занятости населения Светлана Риндак рассказала, заработать хотят и подростки. 906 детей, школьников, именно по программе трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет отработало на сегодняшний день. Программой у нас предусмотрено 1100 детей. То есть сейчас еще сентябрь-октябрь, где в основном у нас уже ребята будут работать на уборке территорий, скверов, парков. То, что традиционно у нас осенью получается по направлению. Более 900 тысяч тонн зерновых собрали крымские аграрии в этом сезоне. Это почти в два раза меньше показателей прошлого года. Заместитель председателя Совета министров полуострова уточнил, виновата засуха. По его словам, сельхозпроизводители отработали на высоком уровне, несмотря на погоду. Аграриев поддержало правительство России и Крыма. Предпринимателям выделят около 200 миллиардов рублей. Дополнительные средства выделяют и на повышение стипендий, усиление контроля за лифтами и упрощение получения загранпаспортов. Новые законы начнут действовать в России с 1 сентября. Студенческие стипендии вырастут на 4%. Выплата увеличится примерно на 150 рублей. Минимальный размер академической стипендии в новом учебном году составит более 1600 рублей. А компании, которые эксплуатируют и ремонтируют лифты, будут обязаны информировать Ростехнадзор о своей деятельности. Несчастные случаи, связанные с этими объектами, специалисты связывают с отсутствием должного контроля за эксплуатацией подъемников. Уточним, сейчас в стране около 700 компаний занимаются сервисным обслуживанием лифтов. Новый закон позволит надзорным органам проверять такие организации. Еще больше МФЦ станут выдавать биометрические изогрампаспорта. Теперь эта услуга будет доступна хотя бы в одном многофункциональном центре в округах, где проживают свыше 50 тысяч человек. 15 миллионов 600 тысяч учеников отравятся в школы в этом году. Это рекордное количество учащихся за последние 10 лет. Ежегодное увеличение числа школьников связывают с демографическим ростом в начале 2000-х годов. В первый класс пойдут 1 миллион 800 тысяч ребят. Севастопольские школы примут более 44 тысяч учеников. В Крымске отравятся 209 тысяч детей. По словам министра образования полуострова Натальи Гончаровой, эта цифра превышает показатели прошлых годов. Вице-премьер России Дмитрий Медведев уточнил, в сентябре в школах откроют около 100 тысяч дополнительных мест. А правительство Севастополя учредило городскую стипендию. За особые успехи в научной, учебной и общественной деятельности талантливые ребята будут получать ежемесячно от 5 до 15 тысяч рублей. Сегодня стипендии присудили 14 школьникам, 6 учащимся профессиональных образовательных организаций, 15 студентам вузов и 11 воспитанникам учреждений дополнительного образования, а также коллективу хореографического ансамбля «Калейдоскоп». Стать стипендиатами могут ребята с хорошей успеваемостью, победители и призеры Олимпиад, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов. Такие денежные поощрения будут присуждать ежегодно. Мы рассчитываем на то, что это будет инвестиция в их развитие, а они будут развивать таланты, которые им от Бога, от природы даны во благо других людей, которые рядом с ними, на благо города и будут верными и городу, и стране. Российские вузы лидируют в рейтинге университетов из стран Евразийского региона. Данные озвучили на саммите передовых научных исследований в Казани. Лучшим стал Московский государственный университет имени Ломоносова. На второй строчке рейтинга Московский физико-технический институт. У Томского политехнического университета третье место. В общей сложности в рейтинг попали 27 российских университетов. Уточним, исследование охватило 16 стран. Перейдем к новостям культуры. 333 спектакля и 120 тысяч зрителей. Это итоги 107 сезона в театре имени Луначарского. Он проходил с октября по август и завершится 2 сентября. О самых громких премьерах этого сезона и о том, какие новые постановки ждут зрителей в следующем, расскажет Елена Корнаухова. Одна из самых громких премьер сезона «Мастеры Маргарита». Постановку посмотрели около 10 тысяч человек. Спектакль показали 12 раз и на каждом был аншлаг. С «Мастера и Маргариты» начнется следующий 108 сезон. Все билеты на постановку на 10 октября уже проданы. Это беспрецедливый случай, когда у нас появился лист ожидания. То есть это помимо того, что билеты перекупаются, спрашиваются лишние билетики, но еще появился лист ожидания. То есть записывается в очередь на следующий спектакль. В четверг артисты театра приоткрыли завесу тайны. Они представили афиши спектаклей 108 сезона. В марте 2019 зрителей ждет еще одна громкая премьера – «Бесы». Этот спектакль планируют сделать фестивальным. Это очень серьезная премьера, очень серьезное испытание. Как видите, мы берем названия достаточно сложные. И это всегда некая планка для нас. Мне кажется, что это будет очень серьезное, вот мое личное, как главного режиссера, как режиссера-постановщика, высказывание на тему молодежных течений модных, на тему рождения таких модных идей, рождения террористических организаций. Но мне хочется об этом, об этих проблемах говорить на понятном языке. В следующем году запланировано еще одно масштабное событие – начало реконструкции здания театра. Сейчас уже идут проектно-изыскательские работы. В ходе реконструкции планируют заменить все коммуникации, отреставрировать фасад здания, провести серьезное техническое переоснащение. По итогам, к большой и малой сценам в театре добавится еще одна экспериментальная площадка для новаторских спектаклей. Во время ремонтных работ артисты будут гастролировать по России. В ноябре 2019-го труппа начнет паковать чемоданы. В таком передвижном режиме проведут около трех лет. В Севастополе актеры театра имени Луначарского также будут играть спектакли, но на другой площадке, где пока обсуждается. О ярких впечатлений от новых постановок ждут Елена Корнухова и Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя. От аномальной жары страдают даже белки. Жители многих стран помогают этим животным пережить летний зной. Белкам дают воду, угощают мороженым и подкармливают сочными фруктами. Зоозащитники предупредили, спасать грызунов придется и зимой. Из-за слишком раннего и жаркого лета орехи уже осыпались, и белки будут голодать. В Севастополе тоже жарко. 31 августа в городе переменная облачность без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градусов тепла. Днем 29-31 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова